Так, следующий блок. Сейчас переходим к следующему блоку. Каталонское начало. Просьба писать вопросы, связанные всем, кто только подошел. Добрый вечер. Еще раз, следующий блок. Это две партии у меня были сыграны каталонским началом. Тоже вопросы пишите, касающиеся или этих партий, или каталонского начала, чтобы потом можно было вырезать в отдельный ролик. Так, значит, во втором туре уже я играл шахматистом с рейтингом 2.335 часкома, и в каталонии он сыграл со мной основную линию. ДЦ, Ферзь С2, А6. Вот Ферзь бьет С4, с давних пор считается, что ведет к ничьей, и так играют крайне редко. Хотя недавно Каруана играл в этой позиции вместо Ферзь С2, Ферзь А4, и после А6 умнее, чем Ферзь С4, я кода не вижу. Потому что угрожает Б5. То есть, может быть, здесь что-то есть. То есть, стоит изучить, но действительно очень много теории в этом варианте имеется. Я предпочитаю играть А4, ход на борьбу. А, в следующей партии гроссмейстер Эрик Ханссон из Канады со мной сыграет Б5, и мы разберем это в следующей партии как раз. Птиченко Виталий, турнир через 30 минут, 10 туров, по 3 плюс 0 на Часкоме. Турнир памяти Миши Лушенкова. Извините, я не буду ни играть, ни стримить. У меня запланирован еще стрим с матча Россия-Сербия. Возможно, не до конца останусь, возможно, быстро и не буду играть, но стрим запланирован. Значит, создаем личную работу техническому директору. Очень поздно я узнал о том, что будет турнир памяти Лушенкова. Ганнику серьезнейшее замечание. То есть, почему он в ВКонтакте ничего не сообщил? Для меня загадка. То есть, есть координаты. Я бы, ну, не с удовольствием, но сыграл бы, конечно, в турнире. Так, вернемся, значит, к каталонскому началу. Итак, во втором туре я сыграл ферзь С2 и со мной сыграли А6. Основная линия А4, слон Д7. И здесь очень интересная веточка, связанная с ходом слон Ж5. Идея в том, чтобы пожертвовать пешку. Пешку С4 черные реально могут защитить. После слон бьет Ф3, слон бьет Ф3, С6. У белых, помимо хода ферзь бьет С4, есть еще интересная идея, связанная все-таки с жертвой пешки. Очень уж слабы пешки черных, остающиеся на доске. И компенсация, несомненно, есть. Но ход Б5 самый естественный. И после конь С3 черные попались в ловушку. То есть, сильнейшим считается ферзь Е8. Ну и здесь новая линия. Очень опасный ход Д5, ЕД, конь Д4. У белых очень мощная инициатива. Они закончили развитие. Пешка Д5 слабая. Терзевый фланг в игру пока не вошел. Партии вклеены в файлик Чесбейс. Вы его, в общем-то, найдете под роликом, который потом технический директор вырежет со стрима. Итак, партии посмотрите. У белых мощнейшая компенсация есть. После коль Д7 черные сразу получают тяжелую позицию. Но еще может быть не проигранную. Белые неизбежно заберут пешку С4. Я на этот вариант поймал сестру Прагнанан Тхаа. Самого молодого, ну не гроссмейстера. Ее зовут Вайшали. Она играла ладья Б6. Также ладья Б6 играл, если мне не изменяет память, гроссмейстер Заблодский против Малетина. Малетина. Моя партия вклеена. Партию Заблодский, ой, Малетин Заблодский можно найти в базе Чесбейс. А противник, с которым я играл во вторник, сыграл конь Б6. И тоже я не продемонстрировал вроде бы. А нет, клееная партия Малетин Заблодский. Сергей Заблодский играл конь Б6. А он тогда еще не был гроссмейстером, просто у него был рейтинг 2477. Ну и Сергей играл ладья С8. Черные потеряли одну пешку. На С4 слабость. Сейчас потеряют вторую. Кстати, угрожает ладья Б7. Пешка Д5 тоже не жилец. Вот и здесь Заблодский сдался. Шахматист, с которым я играл, сыграл ферзь Е7. Но самое простое здесь было пойти Е3. Пешка Ц7 никуда не уходит. Сдвоить ладьи. И играть вот такой. Разноцвет отнюдь не ничьейн. Потому что белые ладьи намного активнее. А слон Ж5 активизироваться вообще никак не может. То есть, здесь черным предстоит очень неприятная борьба за ничью. Я взял на С7. Сейчас самым четким ходом был ход А4. С идеей разменять ферзей. Если ферзи не размениваются, а ферзь ушел на Б3, то теперь у черных нет хода ферзь Д6 с нападением на слонную ладью. А значит у белых огромный перевес. Отличные шансы реализовать лишнюю пешку. Ладья А1 не точность, но не упускающая перевеса. Я думал упускающего по причине ладья ФЦ8. И вроде бы слоном некуда ходить. Но здесь, к счастью, находится ход К7. Висит ладья. Потом ушел слон. И грозит К6. У белых легко выиграно. Ну а после К5, здесь снова мой противник не угадал. Ему надо было бить. Ферзь бьет Б5. Пешка С4 не жилец. Но скорее всего у нас возникнет снова разноцвет. С лишней пешкой у белых. Разноцвет это всегда шансы на ничью. Хотя при тяжелых фигурах их, конечно, меньше, чем в чистом разноцвете. После ЕД, конечно же, материальное равенство явление временное. Слон Ж5. Фигура не рабочая. Пешки Д5 и С4 отваливаются. Я мог реализовывать техничнее. Но с этой партией, в общем, все ясно. И тоже через несколько туров против меня так сыграл канадский гроссмейстер. Известный стример. Его смотрело 16 тысяч зрителей, как мне сказали в чате. Вот за этой партией. Эрик Хансен. Рейтинг на Ческоме 2878. В Каталоне он тоже взял ДЦ, но пошел Б5. И на А4 он сыграл не Б4. Если вы знакомы с рубрикой «По горячим следам». Так со мной играл Андрей Жигалко, старший брат Сергея. Я сыграл конь Е5, слабый ход. И очень быстро проиграл. В 20 ходов буквально. Сильнейший ответ коньев Д2. Я стримил в мае турнир с участием Грещука и Накамура. И вот Грещук пошел против Накамуры коньев Д2. И уверенно выиграл партию. Очень неплохо. Приятно посмотреть. Найдите в Чесбейс, посмотрите. Ну или найдите у меня стрим, где эта партия разбирается. Думаю, что будет очень полезно. После С6 АБ проблема черных заключается в том, что СБ играть вообще не хочется. Конь Ж5. Висит ладья. Конь Д5. Не пойдешь. Ты разбьет А7 мат. Конь С6 и слон Б7 это без фигуры. Остается ход А6. И после слон бьет А8. Ну, у белых лишнее качество. И падает на А7. У черных не будет даже пешки. Последовала ферзь Б6. Я сыграл пока что сильнейшим образом. Теперь, если ферзь бьет Б5, то просто Конь А3. Пешка С6 тоже рано или поздно отвалится. Черным плохо. Ход Конь Д5 нормальный. Здесь я сделал очень сильный ход слон Е3. Размен на Е3 белым не страшен. Там тут же отваливается пешка С6. Достаточно прикольным является вариант, где черные пытаются за счет связки спастись. Но у белых тут будет лишний ферзь. Так, поведите. А на БЦ, если сначала Конь бьет С6 взять, то слон бьет С6. Ладья С8. Ладья бьет А7. Нету хода. То есть, может быть, не БЦ на слон Б7 на самом деле. Может быть, вариант-то, конечно, прикольный, но, возможно, не сильнейший. А, или после БЦ на Конь бьет С6 может как-то еще тут на все это напасть. Эту линию, извините, я забыл посмотреть. Блин, стыдно даже. Какие тут еще ходы есть? Кстати, может быть, другой момент. Может быть, тут ФЕ. И на ферзь С5. Как-нибудь ладья А5. И черным очень сложно что-то противопоставить. Б6 грозит. БЦ грозит. Так, наверное, точнее. Вот, а после ферзь Ф6 я тут же серьезно ошибся. А, ферзь А4 есть. Ну, конечно. Все, мои извинения. Конь Е3, конь Е3. Слон Б7. БЦ, ладья С8. Ой, БЦ. Не БЦ, а здесь ферзь А4, да? Ферзь Б6. Конь Е4, да? Ферзь С7. О, что-то я запутался. БЦ, конь Е6. А, слон С6, ладья С8. Ферзь А4. Все, мои извинения. Ну, конечно, это элементарно. Элементарно, лишнее удалю. Так, да, спасибо, Олег Рычков. Да, после ферзь Ф6 я тут же грубо ошибся. Да, да. Сыграл Б6, а надо было пойти конь С3, закончить развитие. Конь идет на Е4. Взятие на Е3 мы не боимся. Так, линию СФЕ удалил. Ну, взятие на Е3 мы не боимся. Взятие на Б5, тем более, из-за конь бьет Д5. Ну, и черным просто плохо. На слон Б7, конь А5. Я сыграл Б6, и у черных был фантастический ресурс. Конь А6. Связки нет. БА не опасно. Белые сохраняют большой перевес путем ферзь Д1. Но как такой ход можно поднять? Сыграть развитой фигурой. С идеей поставить слона на Д4. У белых здесь нет пешки. Но черные не могут. Опять же, нужно оценить это. Как это сделать, если вы не компьютер? Что белые не только отыграют пешку, но, скорее всего, заберут и на Б6, и на С6. А в партии последовала грубейшая ошибка конь Д7. И после ладья бьет А7, мне себя особо упрекать-то и не в чем. Единственное, что конь С3 было сильнее, чем конь Д2. Потому что создавало напряжение на пункте Д5. А после слон Д8 я нашел симпатичную тактику. И хотя дальше мог сыграть, мог реализовывать точнее. То есть, вот здесь сразу выигрывало конь Е5, конь Д6. Тем не менее, партию довел до победы. То есть, огромное спасибо за обсуждение блока с каталонским началом. Партию до конца смотреть не будем. Она будет вклеена в ролик. А перейдем к следующему блоку. И сейчас я посмотрю.